В ночь 7 на 8 сентября в храме Рождества Христова в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы состоялась ночная литургия. Для участия в богослужении собрались участники молодежной общины, их родные и близкие, прихожане и гости храма. Провел богослужение настоятель храма, протерей Александр Игнатов. Ему сослужил руководитель и духовник молодежной общины Иерей Евгений Игнатов, а также духовенство храма. Ночь – это особое время, когда все замирает и наступает тишина. И именно в такой обстановке проще сосредоточиться на молитве. Душа внимательно вслушивается в тишину внутри. За литургию участники смогли соборно помолиться, а также принять участие в богослужении. Молодые люди читали часы и апостол, а всю литургию сопровождал песнопениями молодежный хор под руководством Екатерины Якименко. Почти все ребята причастились к святых христовых тайн. По окончанию литургии состоялось величание перед иконой Божьей Матери Владимирской. Ночная молодежная литургия в храме Рождества Христова совершалась впервые. Своими впечатлениями поделились ее участники. Сегодня был замечательный день, мы ночью помолились. Литургия, не успев начаться, закончилась. И такое замечательное ощущение легкости, радости. И того, что мы обстанены все во Христе. Мы братья и сестры, мы одна семья. Литургия сегодня действительно была особенной и очень радостной, что каждый из участников нашей молодежной общины нашел какое-то свое дело и по-своему этим делом может славить Бога. У меня нету слов, если честно. У меня вот одни эмоции. Просто хорошо на душе, радостно и благодатно. Спасибо, Господи. Пожелаем, чтобы среди прихожан православных храмов было как можно больше молодежи. Чтобы современные молодые люди больше тянулись к Богу, приобщались к основополагающим традиционным для России христианским ценностям, а самое главное – к литургической жизни. Тем самым воспитывали в себе духовно-нравственные ценности, которые непременно пригодятся им в будущей самостоятельной жизни. Продолжение следует...